Привет! Евгений Рыбов, ты, видимо, со мной мороженое есть не будешь, да? Я, в общем-то, и не против. Скажи, ты где умудрился простудиться, а? Синяя Соколянская, вот сочувствовать тебя не дождешься никогда. Мне, может, ангина, а ты издеваешься. И вообще, отдай мне мою мороженку, потому что в народе говорят, как раз надо лечить больное горло мороженым. Холодное закаляем. Слушай, мне опять ты говоришь какие-то ужасные глупости с умным видом. Ты заделался в народные целительные, иди к врачу. Хочу мороженку. Сходишь? Да. Я, конечно, почитал, что такое ангина, и половины симптомов у себя не нашел. Должны быть в наличии. Резкая и сильная боль в горле, трудно глотать. Высокая температура под 40, общая слабость, голова раскалывается, лимфатические узлы увеличены. А если раскрыть рот пошире, то можно увидеть красные миндалины с белым налетом. Из всего перечисленного у меня только боль в горле, да и то терпимая. Врач внимательно осматривает мои миндалины и объясняет, горло может болеть по разным причинам. Например, из-за фаренгита или ларингита, воспаления слизистых оболочек гортани. А то, что мы называем ангиной, это острый танзелит. А есть еще хроническая форма. В общем, не все так просто. Я начинаю волноваться. Доктор, что со мной? Хронический очаг инфекции в виде хронического танзелита, о котором, я так предполагаю, вы вообще никогда даже не подозревали. Но не ангина. Нет, это не ангина, конечно же. А потому что ангина – это острое состояние, которое вызывается таким хроническим воспалительным процессом нёбных миндалин, которым мы все очень хорошо знаем, как хронический танзелит. Резюмируем. При ангине, то есть остром танзелите, воспаляются нёбные миндалины, проще говоря, гланды. Это основное отличие от других заболеваний горла. Чаще всего причина постоянной ангины – это хронический танзелит. А сейчас врач берет мазок, чтобы узнать, что за бактерии поселились на моих миндалинах. Острый танзелит – это инфекционное заболевание. Главные возбудители – бактерии стриптококи. А правильно ли я понял, что ангина как раз – это острая форма, и она заразна? И она заразна совершенно верно. И вот в этой ситуации вы можете быть заразными для всех окружающих людей. Поэтому человека с ангиной необходимо всегда изолировать. И именно поэтому пациентов с ангиной лечат в инфекционной больнице, в боксе специально. В общем, если острый танзелит, то полная изоляция. При хронической форме человек не заразен. Но малейшее ослабление иммунитета может привести к ангине. Всё-таки хронический танзелит – это достаточно серьёзное заболевание, которое может привести к серьёзным осложнениям. Они, в свою очередь, достаточно существенно могут отобразиться на качестве жизни и на общем здоровье. Я сейчас говорю о состоянии почек, состоянии сердечно-сосудистой системы, состоянии суставов. Самое серьёзное последствие – ревматизм. Он нарушает работу сердца и суставов. Также нелёгкая борьба с бактериями приводит к воспалению почек – пилонефриту. Мой враг в моём горле пока затаился. Ждёт удобного случая, но я ему такого шанса не дам. Ксения? Ох, ну? Ну, ты, конечно, и так не волновалась, я даже не сомневаюсь, но доктор сказал, что всё в порядке. Правда, вот я немножко нервничаю. Однажды гланды всё-таки, может быть, придётся удалять. А чего ты нервничаешь? Это совсем не больно. Пойдём, ты можешь в этом лично убедиться сейчас. Ты знаешь, мне там доктор обещал какие-то волшебные процедуры, промывание, так что я занят. А так бы я, конечно, с удовольствием сходил бы, но я не могу. А я могу? Да. Удалять гланды или не удалять – вот в чём вопрос. Противники уверены, нельзя избавляться от органа, который в ответе за иммунитет. И правда, задача миндалин – защита организма от проникновения вредных бактерий. Ну, а если они работают плохо? Миндалина может перерождаться в практически рубцовую ткань, и она не выполняет свою функцию, либо является очагом хронической инфекции. Нагноение, да, когда идёт? Ну, грубо говоря, да. Либо локализация рецидивирующих бактериальных инфекций, которые более опасны для организма, нежели удаление такой миндалины. Такие миндалины, наоборот, только вредят иммунитету. И тут стоит прислушаться к совету врачей – решить проблему кардинально. То, что в народе называют удалить гланды, на языке медицины звучит так – тензилоктомия. Мне вырезали гланды больше 20 лет назад, но я до сих пор помню, как ужасно это было. Сейчас, к счастью, и методы удаления уже другие, да и маленькие пациенты находятся под наркозом. Всё это мало напоминает ту неприятную картину из моего детства. У операции под наркозом несколько плюсов. Ребёнок, а пациенту всего 6 лет, избавлен от психоэмоциональной травмы. А врачи имеют больше возможности тщательно провести удаление. Для того, чтобы удалить миндалину полностью, выделяется целиком миндалина как орган вместе с её капсулой, чтобы никакие фрагменты не остались. Поскольку мы выполняем тензилоктомию, это полное удаление миндалины. Если несколько раз в год в тяжёлой форме болеешь ангиной, то с гландами всё же лучше расстаться. 15-20 минут и о проблеме можно забыть. Сегодня есть самые разные способы удаления. На данный момент существует много модификаций, связанных с внедрением всяческих современных технологий, физических методов воздействия в хирургии, лазер, холодная плазма и так далее. В данном случае это биполярная коагуляция, то есть электричество. Есть классические методы с использованием петли, механическое отделение миндалины. Этому пациенту удаляют не только миндалины, но ещё и аденоиды. Чтобы видеть в деталях операционное поле, используют эндоскоп. Хирург должен быть очень осторожным, здесь много сосудов. Плюс биполярного коагулятора, что он моментально, можно сказать, заваривает сосуды и отсекает ненужные. Почему он биполярный? Потому что есть бранша или ручка коагулятора с током. С фазой плюс, с фазой минус. Соответственно, между ними наступает разрушающее коагуляционное действие тока. У неё она отсекается, да? В общем, всё достаточно просто, да. И такая методика может использоваться для отсечения, разделения тканей. Основная часть операции позади. Теперь важно, чтобы не осталось даже малейших фрагментов ткани миндалин и аденоидов. Когда мне удаляли и гланды, и аденоиды, аденоиды потом вернулись. Миндалины не могут вернуться? Это раз и навсегда уже? Если мы говорим, опять же, о тонзилэктомии, то нет. Это невозможно. И аденоиды тоже возвращаются, как вы сказали, или наступает прецедив. Достаточно редко, если техника выполнения именно такова, использование эндоскопической техники, когда мы на мониторе контролируем все наши действия. То есть ушёл, наверное, уже тот век, когда это делается вслепую. И чего Женька так боится расстаться со своими миндалинами? Всё изящно и просто. Жаль, что в моём детстве такого подхода к удалению гланд не было. Мои гланды готовятся к водным процедурам. Будем делать промывание. Здесь важно понимать строение миндалин. В них есть множество углублений, лакун и неровностей криптов. В них и прячутся стриптококи и прочие вредные бактерии. Струя полезного раствора должна вымыть их из укрытий. Поскольку это будет физраствор, то это будет только исключительно сегодня, только физическая водитель. То есть, ты понимаешь, что просто струя воды вымывает? Да. Будем так говорить, как бы из брендсбойта. Но мы будем специальной насадкой заходить в каждую из лакун и вот таким образом механически вымывать патологическое содержимое. Как только придут результаты из лаборатории, мы узнаем, какие именно бактерии населяют мои миндалины. И тогда в раствор добавят лекарственные препараты. Это только часть терапии. При хроническом танзелите стоит пройти серьёзное медикаментозное лечение. Ну а когда же мне можно будет мороженое? Когда доктор уже контролирует ваше состояние, и вы замечаете, что ваше состояние улучшилось, что вы перестали испытывать так часто боли в горле и так далее, и меньше в том числе болеть, то тогда мы можем вам рекомендовать кушать мороженое, в том числе закаливающей целью. Но это не означает, что вы сразу взяли и съели сразу килограмм мороженого. Но даже одно мороженое надо правильно уметь кушать. Правильно – это слегка подтаявшее и маленькими кусочками. А мы после вводных процедур переходим к магнитотерапии. Это отличный способ справиться с воспалительным процессом в горле. А я продолжаю расспрашивать о закаливании. Конечно, мороженое – это вкусно и чудесно. Но лучше закалять весь организм. И делать это без фанатизма. Постепенно. Начинаем с обтирания мокрым полотенцем. Когда вы достигли определенного предела уже при обтирании, вы можете переходить на обливание. Но обливание должно быть опять-таки с большой температурой, допустим, со плюс 25 градусов. И история точно такая же повторяется. Вы после обливания сразу же обязательно должны растереться махровым полотенцем. А напоследок – неприятная новость. Лето – вовсе не повод забыть про ангину. Напротив, все эти ледяные напитки в жару, кондиционеры, огромные порции мороженого и прочих холодных вкусностей могут стать причиной острого танзелита. Особенно если есть хронический. И не говорите, что я вас не предупреждал. Вот организм человеческий все-таки странно устроен. Думаешь, у тебя ангина, а у тебя фаренгит? Или лечишься от обычной, а у тебя гнойной? Кошмар. Жень, это не организм. Это мозг человеческий, в частности, твой устроен неправильно. Мне больше всего нравится вот эта стенка в аптеке. А у вас есть что-нибудь от горла? Может быть, узнаешь сначала все-таки, от чего горло болит? Обратиться к врачу очень во всем. Тебе лично советую. И тогда будете здоровы. Пока. Ну что, еще по мороженке? Не-не, мне врач сказал, весь организм закалять надо. В феврале, что ли? В феврале. Через два года? Три. По мороженке? Пойдем.